Продолжение следует... Продолжение следует... Так что сегодня мы будем задавать вопросы по аналитике, по торговым стратегиям Сергею Семенову и Александру Жукову, пожалуйста, вопросы по PAM-счетам и по инвестиционным портфелям. Так, да, все нормально. Ну, я думаю, что начнем мы, как всегда, традиционно, с вопросов, которые собраны были заранее. И, соответственно, Сергей, давайте мы начнем с ваших вопросов. Итак, первый вопрос. С какого вида анализа рынка вы отдаете предпочтение – технический или фундаментальный анализ? Ну, как, наверное, скажет любой профессиональный трейдер, у хорошего трейдера не должно быть жестких предпочтений. В реальности в разных ситуациях, в разных состояниях рынка нужно пользоваться разными подходами. Дело в том, что технический анализ очень хорошо работает на рынке, где нет каких-то форс-мажорных обстоятельств, когда рынок развивается, подчиняясь просто обычным своим экономическим законам, то, что происходит, как бы сказать, в норме, то, что происходит, описываемое просто экономическими законами, экономической наукой. Технический анализ в этом плане проще и удобнее, потому что вам не нужно отслеживать многообразие фундаментальных факторов, тем более, что их очень много, они действуют в противоположных направлениях, там какие-то факторы за то, чтобы рынок рос, какие-то против. Технический анализ, ну, как в самом постулате технического анализа говорится, он учитывает все. То есть рынок учитывает все, и результатом мы с вами видим ту картинку, которая есть на экране вашего компьютера, те индикаторы, которые вы видите, ну, и, соответственно, прогнозные ситуации. В то же время фундаментальные факторы, которые могут возникнуть из числа форс-мажорных обстоятельств, ну, например, выступления, неожиданное выступление, ну, скажем, главы греческого государства, к сожалению, я не помню, как ему фамилия, но вы наверняка все были удивлены его выступлением, реакция рынка тоже была крайне нервной. Предсказать это выступление с помощью технического анализа не представляется возможным, но вот это относится к фундаментальным факторам, ну, фактически, конечно, форс-мажорным факторам и политическим, но, тем не менее, это тоже фундаментальный анализ, и его обязательно надо учитывать. То есть, на мой взгляд, ваш подход должен быть примерно такой. Вы должны в своей повседневной работе опираться, наверное, на технический анализ, а фундаментальный – это, как бы, ну, такая, как сигнал светофора, что ли, когда у вас ничего не происходит экстраординарного, значит, зеленый свет, вы используете теханализ. Если вдруг что-то происходит, красный свет, вы останавливаете торговлю и начинаете разбираться, что, собственно, произошло, если вы не понимаете, что произошло. На самом деле, бывают ситуации, когда события совершенно однозначные, что ли, соответственно, и реакции на то, что происходит, тоже, может быть, совершенно однозначны. Такие события бывают, и, кстати, это одна из тактик работы на рынке. То есть, вы можете работать, ну, как бы, исходя из двух тактик. Все зависит от ваших личных предпочтений. Первая тактика – это когда вы работаете повседневно, то есть на основе, например, технического анализа стараетесь найти моменты для входа и выхода из рынка повседневно, каждый день. Второй подход – это когда вы сидите, как охотник в засаде, и ждете какого-то серьезного события, которое кинет рынок на очень большое количество пунктов. И если вы хорошо понимаете последствия этого события, то вы на этом событии можете заработать сразу много, быстро и почти, как сказать, почти гарантированно. Какой способ торговли для вас наиболее оптимален – это выбирать каждому трейдеру под свой характер, под свою ментальность, что ли, если говорить такими общими научными терминами. Тут я ничего посоветовать не могу, так что каждый выбирает под себя. Вот примерно вот такой вот ответ. Наверное, по второму вопросу, да? Да, еще по поводу Греции, вот раз уже затрону на эту тему, у вас есть какие-то прогнозы по дальнейшему развитию событий? Ну, я думаю, что ситуация будет и дальше осложняться, и дело даже не в самой Греции, а в тех странах, которые находятся в такой же ситуации, как Греция. Это та же самая Италия, Португалия. Думаю, что кризис будет обостряться, и в ближайший год, наверное, что-то такого экстраординарного не произойдет. Я не думаю, что в ближайший год возьмет рассыпаться Евросоюз, и евро перестанет существовать. Но через, скажем там, через год вполне возможно события, которые приведут к тому, что в течение этого года вполне возможно события, которые будут постепенно нарастать, как снежный ком, которые вполне возможно приведут и к распаду Евросоюза, и к исчезновению евро. Ну, как будет, на самом деле, посмотрим, потому что ситуация не замкнулась только на Евросоюзе. Она, как вы знаете, сейчас бурно развивается на Ближнем Востоке, вокруг Сирии, вокруг Ирана. И все, на самом деле, может закончиться достаточно грандиозной войной в районе Персидского залива, а может быть и гораздо шире. Так что далекие перспективы, вернее, далекие прогнозы трудно давать и почти невозможно. А по поводу того, что вокруг Греции, ну, ничего серьезного не будет. Я думаю, что с Грецией уладят, их, что называется, отрихтуют и заставят вести себя так, как нужно Евросоюзу. Евро при этом, конечно, не развалится, не исчезнет. Какие-то колебания, которые будут происходить, они не будут катастрофическими ни в сторону роста, ни в сторону падения. Вот примерно так. Давайте теперь поговорим о литературе. Поскольку многие, допустим, в нашей группе ВКонтакте состоят начинающие трейдеры, им интересно, какую литературу по трейдингу можно читать как опытным, так и начинающим трейдерам. Что Вы посовествуете? Ну, начнем с начинающих. Да, давайте. Значит, для начинающих. Ну, мое личное предпочтение, наверное, как у очень многих, это Александр Элдер, «Как играть и выигрывать на бирже». Была раньше очень хорошая книжка автор Пескулов, «Валютный дилинг». Вот для начинающих вот эти две книги, наверное, наиболее оптимальны. В плане того, что Вы просто поймете примерно, как все устроено. Эти книги написаны просто, простым живым языком. Единственный недостаток, наверное, в том, что написано настолько просто и живо, что складывается ощущение, что, ну, все так просто, все понятно, собственно говоря, чему дальше учиться, надо просто брать и начинать торговать. На самом деле все очень непросто. То, что Вы читаете, те термины, которые там используются, они кажутся Вам понятными, но на самом деле термины совсем другой жизни, совсем другого опыта. Опыт торговли на бирже, опыт торговли на валютном рынке, он совсем другой, не такой, как в Вашей прошлой жизни. Те слова, которые там используются, они Вам кажутся знакомыми, но, тем не менее, за ними часто кроется совсем другой смысл, не тот, который Вы воспринимаете, не будучи опытным трейдером. Когда Вы поторгуете, Вы поймете, что то, чего Вам пытались донести эти авторы, особенно Элдер, Вы, наверное, неправильно, немного неправильно истолковали, слишком поверхностно. Когда Вы поторгуете на реальных деньгах, у Вас будет довольно существенный опыт, Вы увидите, что даже после второго прочтения Элдера Вы наверняка поняли не совсем то, чего он хотел до Вас донести. Но, тем не менее, начать с этих книг крайне полезно, потому как там живо и очень доходчиво все описано. Для тех, кто захочет заниматься всем трейдингом более серьезным, на самом деле список литературы сейчас чрезвычайно большой, поэтому я, как, во-первых, патриот своей компании, а во-вторых, как человек, который очень давно занимается обучением, я бы посоветовал книгу, которую выпустили учредители нашей компании, называется она «Форекс от первого лица». И замечательная эта книга не тем, что выпустили ее мы, а тем, что это одна из очень немногих книг, я даже готов, наверное, утверждать, что это может быть уникальная книга, в том, что в ней описаны все основные методы, по крайней мере, технического анализа, кратко, четко, без лишней воды и запутанности. То есть вы эту книгу можете использовать фактически как универсальную энциклопедию по трейдингу, при том, что там не просто энциклопедически изложено, но изложено понятно, доходчиво, последовательно и с очень хорошими примерами. То есть вот в плане освоения методов, основных методов технического анализа, основной базы, вот эта книга, пожалуй, на мой взгляд, наиболее предпочтительна. Ну а дальше, вот когда вы подторгуете, у вас за плечами будет не один месяц, а лучше не один год торговли, вот тут начинается самое сложное. Что предпочесть? Какими методами торговать? Вы, наверное, к этому моменту узнаете, что существует множество подходов в торговле, начиная от классического подхода Дау Джонса, например, с его простыми направлениями тренда, линиями поддержки и сопротивления, заканчивая очень нетривиальными вещами, такими, как там волны и лёта, или, скажем, метод Ганна, или, не знаю, метод Демарко. Методов, на самом деле, очень много. Каждый великий, ну, скажем так, не то, чтобы великий трейдер, а каждый трейдер, на самом деле, торгует, основываясь на своём методе. Тут вот надо понимать один такой нюанс. Мы, когда с вами учимся, и когда вы слушаете любого человека, который вам пытается рассказать о торговле, на самом деле он пытается вам передать свой опыт и пытается найти слова, которые бы вас объединяли. На самом деле передать опыт через слова невозможно. Вот у меня сейчас очень есть хорошие примеры собственной жизни, аллегория, что ли, такая. Я вот уже примерно третий год занимаюсь виндсёрфингом, и для меня совершенно очевидно, что когда я учусь по материалам, по видеоматериалам, по учебникам, в которых написано, как надо кататься, то мне кажется, всё понятно. Со стороны кажется это чрезвычайно просто. Люди катаются замечательно, делают финты, которые просто кажутся сказкой какой-то. И со стороны кажется очень просто и очень понятно. Особенно, когда, вроде бы, объясняет профессионал, он прямо в деталях вам показывает, что надо делать. Но как только вы встаёте на доску, так сразу оказывается, что вся эта простота, она только кажущаяся простота. Потому что доска, ну, грубо говоря, это щепка, на которой вы еле-еле стоите. А как только вы поднимаете парус, у него ещё начинает дуть ветер. То есть это система, на которой влияет море параметров. Ваше движение ногами, ваше чувство равновесия, волны, ветер. Море чего? Куда вы ноги поставите? Куда вы переместите центр тяжести? Буквально миллиметр движения меняет всё. Вот на рынке примерно то же самое. Когда вы торгуете, на вас влияет множество параметров. На то, что происходит на рынке, влияет множество параметров. И научиться быть уверенным в этом потоке, в этом ветре, в этом движении, это нужен большой грандиозный опыт. Поэтому учиться, я думаю, что неважно, какой метод анализа вы в конечном счёте выберете. Важно, чтобы у вас был, во-первых, очень желательно, чтобы у вас был некий наставник с большим опытом, который вам бы мог подсказывать, который мог бы вам передавать знания по мере того, как вы готовы. Ну и дальше, чем больше у вас будет опыта, чем больше вы будете сами заниматься, тем больше вы будете понимать, чувствовать. И в конечном счёте, может быть, даже разного рода индикаторы, они будут вам, как бы сказать, не то что помехой, а просто ненужной. На мой взгляд, многие индикаторы – это своего рода костыли, которые помогают вам просто воспринимать график. Я знаю трейдеров, которые не используют индикаторов, а просто по внешнему виду графика и могут прогнозировать, что будет. Вот на самом деле это, наверное, вот такой путь. Поэтому литературу для опытных трейдеров я советовать не буду. Это просто совет в никуда, в силу того, что каждый опытный трейдер идёт своим путём. Выбирайте сами под себя то, что вам нравится. Если вы чувствуете, что этот метод ваш, значит он ваш, значит им и надо идти. Вот, наверное, так. В чате начинаются у нас приходить вопросы. Спрашивают о работах Джека Швагера и Билла Уильямса. Что вы о них думаете? Ну, на самом деле, я фактически ответил на этот вопрос, на эти вопросы. Тут ведь, получается, я должен им дать оценку. Хороши они или плохи. Дело в том, что они не хороши, не плохи. Они хороши для кого-то и плохи для кого-то. Для одного человека эта методика и Швагера, и Биллемса, она может быть хороша, для кого-то плоха. Кому она будет максимально подходить, я не могу спрогнозировать. Лично я не пользуюсь их методами. На самом деле, вот, мне близки достаточно простые подходы, связанные с обычными индикаторами, не используя никаких сложностей. Вот. Я не могу даже назвать индикатором. У меня очень простой подход. Вот, там используются и RSI, и MACD, или MACD, кто как называет этот индикатор. Ну, вот мне так удобно. Мне кажется, что вот использование этих индикаторов и простое, наверное, там наложение на все это, наверное, трех экранов Элдера, это вот, ну, очень наглядно, очень удобно. Для моего понимания рынка вполне, 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 вполне. Вот. А понравится ли вам другой метод? Вам виднее. К сожалению, я не могу ни порекомендовать, ни отвергать. Я уверен, что кому... Я знаю людей, которые, например, по Вильямсу замечательно торгуют. По Швайгерову, к сожалению, не знаю таких, а вот Вильямсу, да. Я вот смотрю тут, кстати... Где купить нашу книгу, спрашивают. Форекс от первого лица. Ну, вот, где купить, наверное, в магазинах вам надо посмотреть. Мы не торгуем. Если вы будете проходить у нас обучение, то мы всем, кто у нас проходит обучение, эту книгу выдаем. Просто вот я увидел тут, к сожалению, не знаю даже, как прочитать, Сушко, Юрий, наверное, да, как вы относитесь к советникам МТС. Вот это вот очень хорошая тема. Я к советникам МТС отношусь очень хорошо. Я считаю, что каждый трейдер должен обязательно научиться писать советники и научиться свою механическую торговую систему описывать в советнике. Почему это важно? Дело в том, что вы, как очень многие трейдеры, начиная создавать свою торговую систему, в голове создают кашу. В этом плане очень просто, например, проверить, насколько хороша ваша торговая система. Попробуйте ее рассказать кому-нибудь из трейдеров. Если вы сможете четко изложить параметры, значит, у вас система достаточно хорошо уложилась в голове. Как правило, почти никто не может изложить свою систему четко, стройно, доходчиво, так, чтобы понял другой человек. Кроме того, в любой системе, как правило, у всех, есть множество исключений, которые вы держите на подкорке где-то у себя в голове. Но когда вы описываете свою торговую систему, их, как правило, не говорите, и даже не озвучиваете, и даже сами как бы не замечаете. Так вот, когда вы пишете механическую торговую систему, переводите в советник, то есть пишете программный код, который будет вместо вас торговать по вашим принципам. То есть вы можете взять историю того, что происходило с какой-то валютой за последние годы, и переложить все ваши торговые принципы к тому, что происходило. Что бы получилось, если бы вы торговали по вашим торговым принципам? Вы увидите, что ваша торговая система будет сбоить, давать постоянные провалы только из-за того, что, во-первых, она очень нечетко описана у вас в голове, что есть множество исключений, исключений, которые вы не прописали в своей программе, и как бы держите в голове. Вот когда вы сможете формализовать все свои, грубо говоря, тараканы в голове, формализовать так, чтобы у вас получилась четкая торговая система, вот тогда вы увидите, насколько она хороша в применении к рынку. Я когда занялся написанием советников, правда, они тогда в тех терминах, которые раньше использовались, назывались советниками, но это не важно. Важно, что это точно так же программировалась механическая торговая система, и она проверяла, насколько хороша моя торговая система на исторических данных. Так вот, очень много проблемных моментов я выявил только благодаря написанию этой программы, написанию советников. И очень многих людей, которые мы вместе писали, очень многие люди выявили в своих торговых системах проблемы, и все однозначно говорят, что это очень важно, попробовать свою торговую систему описать в терминах советников. Я всем очень рекомендую научиться, как писать в советнике. Вы можете посмотреть и у нас на сайте, вы можете посмотреть на сайте Метаквотус, компания Метаквотус. Там, конечно, очень формализованно написано. Если вы никогда не занимались программированием, если у вас есть какие-то, как сказать, сомнения, что вы сами можете освоить программирование, приходите к нам, у нас есть специальные семинары, семинары бесплатные, можете послушать просто на семинарах об этих советниках. Если вы захотите научиться их писать серьезно, по-настоящему, то есть спецкурсы, как для начинающих, так и для тех, кто уже весьма продвинутый, кто очень хорошо их пишет и хотел бы их довести до совершенства. Пожалуйста, посмотрите у нас на сайте в разделе «Обучение». Есть у нас специально два спецкурса по советникам. Сергей, когда вы стали рассказывать про советников, сразу много вопросов появилось. Торговый советник не позволяет применить одновременно несколько таймфреймов. Как быть? Первый вопрос. Ну вот вы как раз сразу же пошли в специфику, как быть. Я приглашаю вас, просто сейчас не очень время для обсуждения вот этих специфических вещей, специфических вопросов. Приходите, пожалуйста, к нам на семинары. У нас преподаватели очень профессионально владеют программированием. Они вам посоветуют, что надо делать. Или на семинары, или на спецкурсы, пожалуйста, обращайтесь, посмотрите наше расписание. Или позвоните нам, у нас на сайте есть телефон, попросите перевести вас на высшую школу трейдера, вам подскажут, когда лучше подойти, как связаться с преподавателем и так далее. Ну, просто это очень серьезный вопрос, который, ну, просто, во-первых, не всем интересен и долго обсуждать. Ну, я думаю, что вопрос, как советники учесть проскальзывание или квоты и ГЭПы тоже относится к тому же. Это, пожалуй, к тому же. Да, поэтому перейдем к следующему вопросу. Почему мы, почему Альпари не предлагает клиентам настроенные советники, уже готовые, и планируем ли мы такое сделать? Понятно. Ну, понимаете, какая штука. Если мы будем создавать советники и их предлагать клиентам за деньги или даже бесплатно, то это, вообще говоря, серьезная специализация на этом. То есть мы должны набрать штат людей, профессионально владеющих программированием. Кроме того, это должны быть очень серьезные профессиональные трейдеры. Фактически мы должны открыть некую новую ветвь в своем бизнесе, который, ну, не наш бизнес. Собственно говоря, компания не на этом специализируется. Вот. Думаю, что, может быть, мы этим и займемся. Но реально, на самом деле, тут проще, как бы сказать, работать напрямую. Потому что, если вы будете покупать советников или пользоваться чьим-то советникам, то в любом случае вам нужен разработчик, который этот советник будет вести постоянно. То есть фактически компания тут оказывается каким-то посредником между вами и разработчиком. И каковы функции компании в этом случае, совершенно непонятно. Просто с вас брать деньги между вами, что ли, как посредник, бессмысленно, потому что вы все равно как бы уйдете работать индивидуально. Поэтому, не знаю, мне кажется, что если вы хотите покупать советники, а не создавать свои, то вам лучше искать их на свободном рынке, их достаточно много. Есть люди, которые их создают, продают. Единственное, не верьте, что вам продадут советник, который будет зарабатывать за вас тысячи процентов, а вам ничего не надо будет делать и никогда ничего не надо будет менять. Любой советник – это инструмент, с помощью которого вы зарабатываете, а не инструмент, который за вас зарабатывает. Не надо верить в сказки. Если бы такие советники были, которые сто процентов за вас зарабатывают и ничего делать не надо, нужно только сидеть на диване, попивать кофе, то сразу стоит вопрос, зачем человеку продавать такой советник. Он может сам зарабатывать и все, и не надо никому продавать. Так что советник, любой советник – это инструмент, который вам помогает зарабатывать, но не зарабатывает за вас. Вот мой ответ. Могу от себя добавить, что на нашем форуме, Альбари, вы можете найти пример торговых советников. У нас там, в частности, участвуют в обсуждении программисты. И в наших соцсетях тоже мы регулярно анонсируем. И, я думаю, возможно, скоро будет и клубный день на тему МКЛ-программирования, в частности. Следующий вопрос к Сергею. Пипсовка. Занимались ли вы ей и какое отношение к ней имеете? Был небольшой период в моей жизни, когда я пытался заниматься пипсовкой. Ничего хорошего у меня не получилось из этого. Отношусь я к ней плохо. На основе своего опыта и на основе опыта всех людей, которых я видел, которые пипсовали. Ни у кого ничего хорошего в продолжительной перспективе не получилось. То есть, на каких-то коротких промежутках времени, до полугода, иногда до года, даже вам может ввести, вы можете на этом зарабатывать. Но в долгосрочной перспективе, к сожалению, нет. Почему так? Факторов, наверное, много. Не то, чтобы всех разбирать. Может, и можно было бы разбираться, но это, опять же, надо смотреть на каждых конкретных примерах. И наиболее наглядно это, наверное, видится на отчете, когда вы смотрите отчет за продолжительное время. Проблема в том, что пипсовка хороша, когда у вас рынок достаточно спокоен, при этом его относительно спокоен. Это очень такое специфическое состояние рынка, когда пипсовка выгодна. Когда его движение существенно больше, чем спред, но при этом не бросает в очень большие движения, когда рынок может за короткое время улететь на большое количество пунктов. И при этом ликвидность рынка может падать почти до нуля. Проблема пипсовки в том, что вы можете попадать в ситуацию, когда вы там напипсовали чего-то, что называется, все, что заработано непосильным трудом, пипсовки у вас будут то плюс, то минусом, в результате вы что-то заработали. А потом в результате какого-то неожиданного движения, когда рынок ломанулся против вас, вы не можете по-быстрому закрыться и брокер вас не может закрыть, потому что на сильных движениях рынок может проваливаться до нулевой ликвидности. Ну то есть вы видите, что цена меняется, пытаетесь кому-то продать, а покупать вас никто не собирается. Какой дурак будет покупать товар, который в данный момент катастрофически дешевеет? Ведь никто не обязан вас выкупать, чего бы вы не продавали. Представьте себе, что у вас в руках, не знаю, вы купили бутылку пепси-колы, и вдруг прямо у вас на глазах во всех магазинах начинают менять ценники, причем менять ценники прямо вот только поменяли, снова меняют и снова падают. Вы пытаетесь кому-нибудь эту бутылку сбыть хотя бы даже дешевле, чем вы купили, но все видят, что цена падает. Кто вас купит? Вот то же самое на рынке. То есть вы пытаетесь избавиться от товара, даете приказ на продажу, а никто не покупает. В результате вы оказываетесь в убытке гораздо большим, чем вы на пепсовале. Ну и все, вот и чего. А сейчас рынок нервный очень. Вот последние годы вообще чрезвычайно нервный. Нестабильность, она постоянно проявляется, в чем-нибудь да проявляется. И на мой взгляд, пепсовка – это очень тяжело. Вот, наверное, так. Далее вопрос по свечному анализу. Основные формации свечного анализа, которые работают на 60-80%, по вашему мнению. Понимаете, свечной анализ – замечательная штука, очень красивый метод анализа, очень наглядный. Мне очень нравится его идеология, очень нравится пользоваться. Единственная проблема в том, что все, кто его изучал, знают, что главное в свечном анализе – это так называемое тело свечи. То есть тени, они там играют вспомогательную роль, а тело – тело свечи – это то, что в барах от цены открытия до цены закрытия. Ну или наоборот, если движение было вниз. Что есть цена открытия? Вот если мы смотрим на дневные свечки, вернее, на недельные, на недельные, как бы, ну понятно, что цена открытия – это вот начало недели, цена закрытия – конец недели. В свечи, даже если вы, ваше программное обеспечение настроено по-разному, и даже если вы берете информацию от разных провайдеров ликвидности, от разных банков, я имею в виду, да, ну, примерно все равно будут одинаковы. Дело в том, что вот Форекс обладает уникальной особенностью, на самом деле на нем торги идут, ну, почти без выходных даже. Вот если вы посмотрите какие-нибудь информационные терминалы типа Reuters, Reuters, Bloomberg, то вы увидите, что, например, часто торги идут, например, в субботу, вдруг очень активно начинается торговая сессия, хотя вроде бы выходной. У вас в результате, как бы, ну, тем не менее, все равно, даже если в субботу идут торги, то все равно свеча недельная, она будет, ну, практически у всех, у всех провайдеров, у всех, кто вам предоставляет ликвидность, она у всех будет примерно одинаковая. Разница там плюс-минус несколько пунктов, она совершенно не имеет значения, потому что за неделю обычно движение очень большое, соответственно, внешний вид свечи будет у всех примерно одинаков. Ну, и на недельном графике свечной анализ, он действительно очень-очень и очень хорошо, на мой взгляд, работает. Но как только мы с вами переходим к торговле на более мелких масштабах, то тут сразу встает вопрос, а что смотреть, например, в качестве дневной свечи? Откуда брать день? День начинается когда? По Гринвичу, по среднеевропейскому времени, по московскому времени, по Нью-Йорку. Кто определил начало торговых? Вернее, кто определил начало, с чего мы меряем? Оно никем не определено, никто не давал какого-то толчка. Например, если вы торгуете биржевыми какими-то товарами, например, фьючерсами на нефть или фьючерсами на золото, то у биржи есть четкое время начала торговли. Там в 18.30, например, по Москве, если мы говорим об американских биржах, у вас началась торговля и, скажем, в 24 часа по Москве закончилась. У вас однозначный вид свечи. То есть, получается, что если мы торгуем фьючерсами, то на дейле можно использовать свечи. Если мы же торгуем, например, валютой, то я очень с большим скетцисом отношусь к свечному аналогию. То есть, отсюда мое видение, моя рекомендация. Если вы хотите использовать свечи, то очень наглядный, очень красивый метод анализа. Мне представляется очень хорошему. Единственное, не забывайте, что вы должны торговать, использовать этот метод на тех таймфреймах, на тех временных промежутках торговых, где есть четкое время открытия и четкое время закрытия. Соответственно, цены открытия и закрытия, они всеми интерпретируются одинаково. В этом случае вы получите достаточно хороший метод анализа. Для остальных таймфреймов и для остальных товаров, наверное, нужно выбирать какой-то другой метод анализа. Поскольку зашла речь о интервалах, о таймфреймах, задают вопрос в чате, какой интервал торговли, на каком интервале предпочитаете вы. И также заранее был задан вопрос, что думаете о торговле внутри дня. Вот эти аспекты рассмотрите. Я для себя, понимаете, у меня нет четкого понятия, на каких интервалах я работаю. Вернее, торгую. Тут надо, наверное, определиться, как говорится, определиться в определениях. Если вы знаете подход 3-экрана Элдера, то у него есть график рабочий, так называемый. Это некий, условно, четырехчасовой график. Есть график более масштабный, например, недельный или дейля. И график более мелкий, например, 15 минут. Вот часовой, если мы используем его как рабочий график, по которому мы входим и выходим, то есть по более масштабному дейля или недельному определяю направление тренда, по тому, который рабочий, мы входим и выходим, более мелкий график используется для точек, для вылавливания более точных моментов для входа и выхода. Если мы берем четырехчасовую, то надо понимать, что мы, если ловим волну, например, восходящего тренда, то каждый бар – это 4 часа. Соответственно, грубо говоря, если мы работаем в канале, то смотря за сколько времени от одной границы канала до другой дойдет график. А может зайти одним баром за 4 часа, тогда получается, что я торгую на 3 дня. Он может зайти до границы канала за 10 баров, это получается 3 дня торгую, ну и так далее. Поэтому, собственно говоря, я отношусь и к внутридневной, и к более длительной торговле более чем хорошо. Другое дело, что, на мой взгляд, если мы говорим об внутридневной торговле, то ни в коем случае в качестве рабочего графика нельзя использовать очень мелкие масштабы, скажем, 15-минутные и более мелкие. Это своего рода рябь на море, и опираться на нее в прогнозе просто невозможно. Вот. Вот, наверное, так. Спасибо. Вопрос про обучение в Самаре, я вижу, да. На нашем сайте есть у каждого регионального офиса, есть своя страничка. Вот. Вы можете там посмотреть. Действительно, в Самаре вы можете посетить водный семинар и различные мастер-классы. Все координаты на нашем сайте в соответствующем разделе. Так, далее к вопросам к Сергею. Интересуются вашим прогнозом по евро? В частности, вот на ближайшее время, даже на сегодня некоторые интересуются. Что вы можете сказать по данному вопросу? Ну, на ближайшее я, честно говоря, не смотрел, что сегодня происходило. Мне кажется, что евро в ближайшей перспективе будет падать. Но это сейчас, чтобы прогнозировать, что будет с евро, надо внимательно следить за тем, что будет происходить вокруг Центрального банка Европы и что будут делать Франция и Германия, вернее, правильно сказать, Германия и Франция, как они себя поведут в дальнейшем. Дело в том, что сейчас фактически приняли решение затопить Европу деньгами, вернее, залить пожар, который возник в Греции, затопить деньгами, причем деньгами, напечатанными, фактически просто напечатанными фантиками. И сразу вопрос, если это будет именно так, а не, например, с помощью Китая, России и других стран, то тогда это приведет однозначно к падению евро. Ну, оно будет не вот обвальным, не надо только думать, что это будет какое-то катастрофическое падение, потому что то же самое сейчас делает и ФРС, они тоже активно печатают деньги, заливают свою экономику деньгами. Поэтому с точки зрения евро-доллара не будет каких-то грандиозных изменений, другое дело. Но евро при этом будет падать. Если же деньги возьмут за счет инвесторов из нее, тут совсем другая картина и неизвестная. Во-первых, сколько денег дадут, на каких условиях, и непонятно пока. Но мне кажется, что будет падать. Спасибо, Сергей. Давайте, наверное, уважаемые слушатели, мы прервемся на 10 минут, сделаем небольшой перерыв. Все это время вы можете присылать в чат вопросы. Дальше будем следующим образом общаться. Александр Жуков ответит на вопросы по вам счетам и инвестициям, а потом вернемся к вопросам к Сергею Семенову. Так что оставайтесь с нами, через 10 минут мы вернемся. Субтитры подогнал «Симон»